МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала МТВ в эфире Большое время новостей в студии Анны Рябова. Наши корреспонденты следят за развитием событий в регионе и областной столице. И вот о чем мы расскажем сегодня. Мы предлагаем часть территории все-таки сохранить производственную тему. Ведущие архитекторы России и зарубежья собрались в Волгограде на фестивале «Эко-берег». Пришла в магазин, в торговый центр, увидела объявление и решила сделать прививку. В торговых центрах Волгограда и Волжского снова работают пункты вакцинации. Проверим, как организована работа в Ворошиловском. Люди ждут нас и надеются нас. Мы приезжаем и сделаем элементарные какие-то вещи. Четверть века на посту и тысячи спасенных жизней. Муниципальная служба спасения Волгограда отмечает 25-летие. Я считаю, что вообще у нас двор самый лучший. У нас такая зелень. Зеленый оазис, лопомоечный и зоны барбекю. В Волгограде выбирают лучший дворик. Ребята, традиции отцов. Продолжили и умножили. Берегите себя. Мы с вами. В Волгограде почтили память бойцов, погибших в ходе спецопераций на Донбассе. Сегодня в Волгограде открылся долгожданный международный архитектурный фестиваль «Экоберег-2022». Гостей ждет обширная программа, посвященная лучшим достижениям в области экологического, архитектурного и градостроительного освоения прибрежных территорий. Главное событие фестиваля – конкурс проектов развития территории бывшего Волгоградского тракторного завода. В торжественной обстановке сегодня участники представили членам жюри свои идеи. С места событий Илья Власенко. Возле фонтана искусства собрались молодые ведущие архитекторы России и зарубежья. В этом году Союзу архитекторов России исполняется 90 лет и значимо, что такое событие отмечается в городе-герое. Мы вам покажем и замечательную архитектуру, и сталинская эпоха, и современная эпоха. Мы вам покажем наши знаковые мемориальные места. То есть программа отработана так и, соответственно, и культурная программа будет. Мы сделали так, чтобы вам действительно понравилось, чтобы было интересно молодежи прежде всего. Они с удовольствием отмечают это и в очередной раз признают, как и мы говорим, что это один из лучших городов Российской Федерации. Каждый город мечтает получить профессиональные предложения по обустройству береговой полосы от лучших архитекторов страны. А как показывает практика, все проектные предложения ложатся в основу будущих концепций. На участие в конкурсе проектов развития территории бывшего Волгоградского тракторного завода подали заявки 104 команды. В финал попали меньше 50. Очень сложный проект, сверхсложный проект, тяжелый градостроительный проект. И причем из этих 50, 39 или 38 профессиональных архитекторов и 11 или 12 студенческих работ. Но студенческие работы тоже оказались не менее интересные. Более тысячи человек примут участие в международном фестивале. В судейской бригаде 11 экспертов, в том числе и архитекторы из других стран. Для создания архитектурной концепции территория бывшего тракторного завода уникальна по своим масштабам. Площадка расположена на берегу Волги и является единственным памятником в мире по застройке, который дошел до наших дней и претендует на статус памятника ЮНЕСКО. Действительно прекрасный участок. Значит, конечно, он сейчас в заброшенном состоянии, в разрушенном состоянии корпуса. И, конечно, надо это развивать. Участок буквально золотой, на берегу Великой реки, в Великом городе. Конкурс даст толчок развитию этого очень важного участка города. Проекты конкурса разноплановые. Каждый участник подошел к проекту с душой. Ева Дановская на территории бывшего тракторного завода предлагает совместить экологическую тематику с архитектурой самого предприятия. Создать на территории завода современный технопарк, применить новые технологии и высадить длинную зеленую аллею. Эти и другие идеи участница представила главе Волгограда Владимиру Марченко. Мы предлагаем часть территории все-таки сохранить производственную тему. То есть, понятно, что... Она там и будет. Потому что все застроили, чтобы там были районы жилые. А мы предлагаем, чтобы было. И оснастить технопарком. В технопарке обучать детей тем профессиям, которые используются на этом заводе. Чтобы была связь жителя, ребенка с тем, что происходит на этой территории. Своими навыками и бесценными знаниями о развитии прибрежных пространств участниками конкурса готовы поделиться эксперты окружного совета отделения Союза архитекторов России. Мастер-класс проведет заслуженный архитектор России Никита Евэйн. Ты ищешь либо какие-то планировочные нереализованные структуры, которые здесь намечали, да, в одном проекте. Либо ищешь мифологию этого города, его опять-таки соотношение, твое место в каком силовом поле находится. И что из этого силового поля вытекает, какие образы, какая морфология и так далее, и так далее. Волгоград – один из самых протяженных городов России. Он растянулся вдоль Волги почти на сотню километров. Набережные в областной столице чередуются с промзонами и занимают не больше одной десятой береговой линии. Поэтому главная миссия участников конкурса – разработать оригинальные и эффективные концепции развития прибрежной территории. Центральная набережная у нас уже практически готова. Буквально на днях уже откроется очередной этап. И у нас будет, наверное, самая красивая, самая длинная, самая благоустроенная набережная. Ну и есть куда развиваться. Впереди Ворошиловский, район Советский и так далее. Я думаю, у нас огромный город Волгоград, длинные берега. И поэтому будем считать, что сегодняшняя выставка и конкурс положил начало освоению всей территории. Выставка работ участников будет доступна для волгоградцев до 27 августа. Каждый желающий сможет составить свое мнение о проектах и поделиться идеями с друзьями. Как это сделала волгоградка Марина Семенкова. Женщина фотографирует проекты и отправляет снимки знакомым. Я считаю, из всех городов, в которые мы ездим отдыхать, это Волгоград самый лучший. А если уж вы тракторный так сделаете, то мы будем только аплодировать, только радоваться. И это, я так надеюсь, молодые архитекторы взяли свои руки, да? Ну, о чем мы, как говорится, со слезами на глазах радуемся за вас. В завершении торжественной части члены жюри отправились к плакатам, чтобы отдать свои голоса за лучшие проекты по архитектурной градостроительной концепции, развития территории бывшего Волгоградского тракторного завода. Итоги конкурса подведут в финальный день фестиваля 27 августа. Илья Власенко, Виталий Грищенко. Время новостей. В Волгограде выбрали подрядную организацию для реконструкции лестницы от музыкального театра к нижней террасе центральной набережной. Подрядчику предстоит полностью восстановить лестницу возле музыкального театра и завершить все работы к декабрю этого года. Ранее на набережной отреставрировали лестницу в створе улицы Ковентри. Оба спуска приводят в порядок в комплексе с благоустройством участка верхней террасы центральной набережной от музыкального театра до улицы Ковентри. После реконструкции на прогулочной зоне высадят свыше двух тысяч новых растений, уложат рулонный газон, установят фонари и грунтовые светильники, чугунные скамейки и урны. Центральную набережную города приводят в порядок поэтапно. Уже обновлены верхняя терраса от улицы Краснознаменской до музыкального театра. И сейчас завершается строительство современного общественного пространства на нижней террасе набережной до памятника БК-13. По завершению комплекса работ полностью обновленная набережная станет одним из главных элементов единой рекреационной зоны вдоль берега Волги от Мамаева-Кургана до поймы Царицы. В нее уже вошли территория у стадиона Волгоград-Арена, парк Победы, Царицинский парк, сквер у пожарного парохода «Гаситель», сквер имени Пушкина и сквер Пахмутовый. В эти же дни в Волгограде выбирают лучшие дворы. Зеленый оазис, лопомоечный, барбекю и игровые комплексы для самых маленьких. Жители областной столицы своими руками делают придомовые зоны красивыми, уютными и комфортными. Дарья Коломыченко расскажет, какие дворы участвуют в смотре и какими изюминками они удивляют жюри. Дом номер 8 по переулку Аэропортовскому в Краснооктябрьском районе участвует в номинации «Лучший дворик». Путь к подъезду огорожен. Автомобили не нарушают заданных границ, а дети и мамы с колясками входят и выходят абсолютно безопасно. Рядом с домом просторная детская площадка. Песок такой чистый, мы всегда здесь со всеми этими формочками играем и качели. В общем, здесь всегда очень приятно. Мы выбираем даже между парком Гагарина и нашим двором, мы выбираем наш двор. Но главная изюминка этого двора – зеленый оазис прямо у дома. Красивый и помогает укрыться в тени в жаркую погоду. Здесь множество деревьев и кустарников, а еще газон и огромное количество цветов. И хотя естественного водоема в этом оазисе нет, зато есть вот такие фонтанчики и полив, и элемент декора. Мы за дому следили очень хорошо, принимали участие. И своими руками, я помню, я и там копала, и цветочки тоже сажала. Я считаю, что вообще наш двор самый лучший. У нас такая зелень, у нас каждую весну высаживаем мы цветы. Мы своим домом гордимся. Обожают свои 40 соток и жильцы дома по проспекту Ленина 30 в центре Волгограда. Активные участники городских конкурсов благоустройства. К украшению двора подходят с душой. Это доказывает то, что у каждой цветочной клумбы есть свое милое прозвище. У каждого собственника здесь своя любимая клумба. Жители выходят и каждый вечер в меру своих сил облагораживают, приводят в порядок. Практически через день выходим, поливаем. А это уже новостройки по улице Ангарской. Дома участвуют сразу в нескольких номинациях и удивляют специальную комиссию с современными ноу-хау. Например, на первом этаже для жильцов доступна и детская игровая комната, и лопомоечная для четвероногих. Но это далеко не все. У нас есть прекрасная зона барбекю. Жители активно ей пользуются, любят ее, жарят шашлык и поднимаются к себе в квартиру, уже кушают. У нас есть паркинг, на котором они ставят свои машины. У нас есть прекрасная огороженная спортивная площадка. У нас есть шикарная детская площадка. У нас есть все для того, чтобы жить и радоваться жизни. В любое время дня во дворе собираются семьи с детьми. У самых маленьких огромный выбор развлечений. Родителям тоже есть чем заняться. Все, что нужно для малыша, здесь все есть. И не только для малыша. Здесь и турники, и игровые площадки. Здесь абсолютно есть все, что нужно. И не боишься дитя отпустить. Территория охраняемая. Очень хороший двор, соседи. Все дружны, дети все дружные, активные. Участие в благоустройстве общего для двух домов двора принимают все жильцы. Управляющая компания идет навстречу каждому предложению. Например, совсем недавно мы обсуждали с управляющей компанией дополнительное озеленение нашего двора, высадку новых деревьев с раскидистой кроной, чтобы в будущем наш двор был еще более красивым и комфортным для проживания. В этом году на городской конкурс поступило 38 заявок. Сейчас претендентов на победу в смотре конкурса оценивает специальная комиссия. Им предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший дворик Волгограда», «Лучший многоквартирный дом до 2000 года» и «Лучший многоквартирный дом после 1999 года постройки». Определит комиссия «Лучшее товарищество собственников жилья» и «Лучшего дворника». Конкурс направлен на улучшение благоустройства городских территорий. Критерии, конечно же, у нас самые основные – это благоустройство дворовых территорий, участие собственников помещений, оригинальность оформления, санитарное состояние, как при домовой территории, так и подъездов. Очень радует то, что люди у нас не безразличные, что принимают активное участие, и поэтому этот конкурс у нас и направлен. Итоги конкурса подведут уже ко дню города, а победителей наградят почетными грамотами администрации Волгограда. В областной столице продолжается реализация масштабного федерального проекта по формированию комфортной современной городской среды, в рамках которого большое внимание уделяют обновлению дворовых территорий. Только с 2016 по 2021 годы в Волгограде комплексно благоустроили 191 дворовую территорию. В этом году новый облик приобретут еще 44 двора. Работа будет продолжена. Дарья Коломыченко, Виктор Хиврин. Время новостей. Четверть века на посту и тысячи спасенных жизней. В этом году Муниципальная служба спасения Волгограда отмечает 25-летний юбилей. За эти годы учреждение прошло большой путь развития. Улучшилось техническое оснащение, повысилось качество подготовки сотрудников, но неизменным осталось одно – в любую минуту спасатели готовы прийти на помощь жителям города. Сегодня тех, кто рискует своей жизнью ради других, чествовали в детско-юношеском центре Волгограда. Почему люди выбирают такую опасную, но благородную профессию, знала Светлана Ларикова. За четверть века 1 миллион 200 обращений волгоградцев и более 16,5 тысяч спасенных жизней. Для них это не просто работа, это призвание. Для этих людей чужой беды не бывает, как и не бывает задач, которые невозможно выполнить. От спасения домашнего любимца, который забрался на дерево и не может спуститься вниз, до ликвидации последствий катастроф природного и техногенного характера. Два за четыре на семь спасатели на своем посту. Благодаря им, их слаженной и самоотверженной работе, любимый город может спать спокойно. И электрический, и пневматический, и гидравлический инструмент. Практически есть все для того, чтобы можно было ликвидировать любую аварию. Сейчас у нас 85 аттестованных спасателей. У нас три подразделения в городе. Если раньше было одно только подразделение, то сейчас у нас три отряда таких. Это в Кировском районе, в Дзержинском и в Краснооктябрьском районе. Это уже масштаб тот, что город прикрыт полностью. Четверть века назад на свое первое оперативное дежурство аварийно-спасательный отряд Волгограда заступил численностью всего 17 человек. Сегодня на короткий номер 089 каждый день поступает до сотни обращений горожан. Спасатели готовы прийти на помощь и в неординарных ситуациях. Например, вывести опасную змею, которая заползла в дом. Или спасти попавшую в беду косулю. Сегодня в арсенале сотрудников самая современная аварийно-спасательная техника. Например, аэросани для передвижения по акватории Волги. И оборудование для ликвидации различных нештатных ситуаций, в том числе разлива нефти и нефтепродуктов. Люди ждут нас и надеются нас. Мы приезжаем и сделаем элементарные какие-то вещи. И это, видим, что несет хорошее впечатление для людей. Они на нас верят. Людская благодарность – это самая главная высокая награда. Смелые, решительные, сильные духом. От имени главы города Владимира Марченко Волгоградских спасателей поздравил Виталий Кокшилов. За четверть века ваша служба стала современным, многоцелевым подразделением, специалистов которого в подглосуточном режиме оперативного квалифицированно решают любые задачи по оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. От лица жителей города-героя Волгограда выражаю вам и вашим коллегам благодарность за многолетнюю, безупречную службу, профессионализм, высокие морально-волевые качества, смелость, упорство, самообладание. Личный состав службы имеет квалификации по нескольким специальностям. Водолазное дело альпинизм обязательным является знание основ оказания первой медицинской помощи. Эта работа требует высочайшего мастерства, мужества, предельной собранности в экстремальных ситуациях. Вы круглосуточно находитесь на страже безопасности граждан, всегда оперативно готовы прийти на помощь, нередко рискуя собственной жизнью. Почетные знаки города-героя Волгограда за верность Отечеству вручили спасателям Павлу Осетрову и Александру Дышаеву. Многие сотрудники подразделения были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Ваш профессионализм, ответственность, готовность в любую минуту прийти на помощь – залог спокойствия жителей города-героя. Одними из первых вы также откликнулись на боль Донбасса, доставляя гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганских областей. В 2013 году специалисты муниципальной службы спасения были в числе первых, кто пришел на помощь пострадавшим во время террористических актов на железнодорожном вокзале Волгограда и в городском транспорте. В 2015 и 2017 годах они вместе со спасателями МЧС работали на улице Космонавтов и проспекте Университетском, разбирали рухнувшие после взрывов газоконструкции жилых домов и помогали жильцам выбраться из-под завалов. С 2011 года на их плечах в период ледостава обеспечение бесперебойного сообщения между островом Сарпинский и материковой частью Волгограда. За этот период было перевезено более 18 тысяч человек. Пока вы смотрели этот сюжет, на номер 089 тоже звонили волгоградцы, которым нужна помощь. Спасатели уже в пути. Светлана Ларикова, Роман Седлецкий, Время новостей. Теперь статистика по заболеваемости коронавирусом. 444 заражения, 50 госпитализаций и летальных случаев, к счастью, не зарегистрировано. Такие данные сообщает региональный оперативный штаб. Шопинг с пользой для здоровья. По поручению губернатора Андрея Бочарова, в торговых центрах Волгограда и Волжского снова работают пункты вакцинации. С сегодняшнего дня прививку от гриппа и коронавируса можно сделать в Акварелии, в Советском районе, в Ворошиловском торговом центре и в ТРК «Волгомол» в Волжском. Для удобства жителей региона все пункты вакцинации работают без выходных. Как после временного перерыва в одном из пунктов принимали первых пациентов, расскажет Екатерина Кудряшова. Один из самых популярных пунктов вакцинации в Ворошиловском торговом центре снова открыт и принимает пациентов. Для прививки по-прежнему нужен паспорт и полис. Ну а разовость компонента вакцины медики подбирают индивидуально, в зависимости от даты последней вакцинации. Важно не забыть взять с собой и СНИЛС. Его данные тоже понадобятся при заполнении документов. Процесс этот быстрый, как и осмотр у терапевта, почти за три года работы. Алгоритм действия у медиков отработан до автоматизма. Пациенты не заставили себя долго ждать. Я хочу применять. Да, конечно. Сегодня мы начинаем его наш первый. Сегодня посидите и мы вам благодарим за вашу правильную направленность. Пенсионерка Любовь Леликова пришла на ревакцинацию. Коварный вирус забрал у нее сестру-близнеца. А из-за несвоевременно сделанной прививки любимая дочь дважды попадала в реанимацию. В результате сильно пострадала печень. Думали, что не выживет. Первый раз 10 дней, второй раз 14 дней была в реанимации. Но сейчас мы как-то оздоравливаемся, принимаем все меры к тому, чтобы избавиться от этой болезни. Поэтому это не шутка. И я предлагаю и говорю всем, прививайтесь, прививайтесь, если хотите жить. Пришла сделать прививку уже четвертую по счету и сотрудница коммунальной службы Татьяна Тимофеева. Коронавирусом переболела в легкой форме. Уверена, защитила вакцина. Пришла в магазин, в торговый центр, увидела объявление и решила сделать прививку. Так как я на работе всегда самая первая прохожу эту прививку. Комфортно, прохладно, людей никого нет, очень удобно. Я решила не ждать вируса, который будет в сентябре-октябре. Привиться сейчас. А вот в силе иммунитета почетного сотрудника Волгоградского института искусства и культуры Таисии Григорьевны Забрудской можно позавидовать. С начала пандемии она не заболела ни разу. Тоже пришла на ревакцинацию спутником ВИИ. Процедуру переносит легко, а после тоже чувствует себя отлично. Необходимость своевременной ревакцинации доказал на личном примере губернатор Андрей Бочаров. Очередную прививку от коронавируса глава региона сделал в областной больнице номер один во время рабочей поездки. Сегодня пациентов в прививочных пунктах принимают медики мобильных бригад клинической больницы номер 11, городской больницы номер 2 и поликлиники номер 4. Вакцинируют и от коронавируса, и от гриппа. Согласно результатам исследований Минздрава, за один раз можно сделать сразу обе прививки. На эффективность препаратов это не влияет. Для удобства жителей региона пункты вакцинации работают ежедневно в Волгограде с 11 утра и до 7 вечера и в Волжском, начиная с полудня. Первая половина дня это те граждане, пенсионеры, которые боятся идти в поликлинику и боятся там заразиться какой-либо инфекцией. Они могут прийти беспрепятственно сюда. И здесь не будет очереди. А вторая половина дня с 17.00 до 19.00 выбрано время для работающих граждан, которые могли бы после своей рабочей смены тоже зайти и получить здесь необходимую дозу вакцинации. В период пиковых нагрузок на систему здравоохранения прививочные пункты в торговых центрах Волгоградской области доказали свою эффективность. Они оснащены всем необходимым оборудованием и в силу высокой пропускной способности значительно экономят время пациентов. За предыдущий период работы в такие пункты обратились почти 190 тысяч раз. Также сегодня в регионе продолжают работу 74 пункта на базе поликлиник и 178 мобильных бригад. Екатерина Кудряшова и Александр Шишин. Время новостей. Волгограде почтили память бойцов, которые погибли, выполняя воинский долг во время специальной военной операции. Указом президента России государственными наградами посмертно награждены шесть военнослужащих. Ордена мужества были переданы родственникам погибших. Торжественная церемония награждения военнослужащих состоялась сегодня в триумфальном зале Музея панорамы «Сталинградская битва». Тему продолжит Дарья Денисова. Они сражались там, чтобы здесь мы жили в мире. Они мужественно и героически защищали братскую землю, как в далеком 42-м наши предки защищали землю сталинградскую. Не отступил перед лицом смертельной опасности и уроженец Ленинского района Волгоградской области рядовой Владислав Рукавицын. Дома у героя осталась супруга. Мария и Владислав поженились меньше года назад. Планировали начать новую светлую жизнь, воспитывать детей. Он был хорошим, он был героем. Он был спокойный, добрый, отзывчивый. Вообще он был клевый муж. Своих не брошу. Ефриэтора Владимира Иванова близкие всегда считали героем. Молодой человек вырос в семье, где отзывчивость, ответственность и умение постоять за себя и родную землю воспитывали в мужчинах с детства. Поэтому даже когда появилась возможность вернуться с места боевых действий домой, Ефриэтор решил остаться с сослуживцами. Тяжело говорить на самом деле. Погиб герой. За правду боролся. Поэтому в армию пошел. Всегда правда была на его стороне. Если было где-то, он увидел несправедливость, он всегда старался вывести всех на чистую воду. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом мужества посмертно также наградили старшего сержанта Анатолия Ивашина, младшего сержанта Сергея Острикова и сержанта Андрея Кутькова. Память о героических поступках бойцов навсегда останется в наших сердцах. Выполняя свой воинский долг, наши ребята погибли в бою. Отдали жизнь за нашу Родину, за нашу Россию, за настоящее и будущее. Защищали нашу страну, Донбасс, от фашизма, от нацизма. В торжественно-траурной церемонии передачи орденов мужества, помимо родных и близких, почтили память героев ветераны и представители молодежных патриотических организаций. Ребята, традиции отцов продолжили и умножили. Берегите себя. Мы с вами. Мы будем их помнить всегда. Наших героев, волкоградцев. Награжденные орденами мужества посмертно – пример самоотверженности, любви к Родине и верности воинской присяге. Дарья Денисова, Дмитрий Макаров. Время новостей. Правила поведения на дороге, борьба с недосыпом и жизни с иглой в коленке. Какие еще публикации сегодня оказались в списке самых читаемых на нашем портале mtv.online. Эти правила все знают, но периодически забывают. Волгоградским пешеходам напомнили о правилах безопасного поведения на дорогах. Недосып снижает работоспособность школьников. Какого режима нужно придерживаться детям – читайте на сайте МТВ. Волгоградские медики вернулись домой из командировки в станично-луганский район ЛНР. 10 тысяч местных жителей попали на прием к специалистам за полтора месяца. Череп с рогами сайгака пытался продать волгоградец, но встретился не с покупателем, а с оперативниками. И необычная история спасения. Школьница 4 года проходила со швейной иглой в колени. Инородное тело извлекли медики детской клинической больницы. Девочке предстоит долгая реабилитация. Об этом и не только. Читайте и смотрите на сайте mtv.online. Обменяться опытом и лучшими практиками. В контрольно-счетной палате Волгограда состоялось заседание Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов. Участие в нем приняли руководители муниципальных контрольно-счетных органов из 13 городов России. Вместе с депутатами Волгоградской городской думы участники обсудили вопросы, связанные с организацией работы Союза муниципальных контрольно-счетных органов, развитие внешнего муниципального финансового контроля, а также приоритетные направления деятельности контрольно-счетных органов. Коллеги собрались на обсуждение очень многих актуальных вопросов, которые связаны, конечно, прежде всего это с решением главных задач. Главная задача это у нас повышение качества жизни жителей регионов, городов, муниципалитетов и, конечно, повышение благосостояния наших жителей. Подводя итоги встречи, председатель контрольно-счетной палаты Волгограда Александр Мардвинцев вручил депутатам Гордумы благодарности председателя Союза муниципальных контрольно-счетных органов. Сейчас расскажем, какую погоду обещают волгоградцам синоптики на ближайшие сутки, а далее вы узнаете, где в областной столице будут провожать лето и как будет ходить транспорт в дни празднования Дня Города. Сегодня вечером и завтра днем в Волгограде осадков не ожидается. Ветер в восточных направлениях до 12 метров в секунду. Столбик термометра ночью опустится до 18 градусов, а днем поднимется до плюс 35. Здравствуй, осень! Центральный рынок приглашает волгоградцев устроить проводы лета. Праздник проводов лета состоится 26 и 27 августа на Базарной площади. С 6 и до 10 вечера гостей ждет много музыки. В пятницу дискотека пройдет в стиле 2000-х, а в субботу горожане услышат хиты 90-х. Закрывать музыкальные вечера будут волгоградские исполнители. Базарная площадь – одно из популярных мест отдыха в городе. Для удобства посетителей площадку комплексно благоустроили. Вместо старого асфальта уложили тротуарную плитку, установили лавочки, урны и новые светоточки. Особенно нравятся волгоградцам уютные гостевые зоны, теневые навесы и системы туманогенерации. С 9 по 11 сентября жители областной столицы будут праздновать День города. В этом году в Волгограду исполняется 433. Запланировано больше сотни мероприятий, концерты, праздничные шествия, ярмарки, фестивали, выставка ретроавтомобили, мастер-классы и интерактивные площадки. Тематические площадки будут расположены на участке Центральной набережной от сквера Пахмутовой до павильона Бронекатер БК-31. В программу войдут концерты, спортивные активности, праздничные шествия, ярмарки, фестивали, выставка ретроавтомобилей, мастер-классы и интерактивные площадки. В праздничные дни в городе будет действовать специальная транспортная схема. На линии выйдут дополнительные трамваи, троллейбусы и автобусы. А график работы транспорта синхронизирует с праздничной программой. В пиковые часы будет действовать особая схема посадки, которая зарекомендовала себя в период матча чемпионата мира по футболу, а также во время проведения молодежного фестиваля 3-4 в этом году. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях и делитесь своим мнением в комментариях. А с подробной лентой новостей можно ознакомиться на нашем информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на rutube.ru. Подписывайтесь на наш канал и не пропустите главное. На сегодня это все. Хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова